Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегета ответы на ваши вопросы. Совместимы ли смирение и защита своих прав? Конечно, отвечать на такой вопрос и усвоить правильно ответ может тот, кто имеет понятие о смирении подлинном, о смирении Богом дарованном, о смирении христоподражательном, которому мы знаем, что все призваны, но многие ли из нас знают, что это такое? Состояние человека кроткого, человека, видящего свои грехи многочисленными, как песок морской, что по определению преподобного Исаака Сирина более значительно, чем воскрешать мертвых. Что это за состояние человека, ходящего благоговейно пред Господом в постоянном духе самоукорения, без этого не бывает смирения? Что за состояние страха Божьего, который является источником непрестанной радости? Так что в первой половине делания страха Божьего человек истощается, по свидетельству того же преподобного Исаака Сирина, а во второй половине делания по жизни этого страха Божьего, ведущего к смирению напротив, расцветает необыкновенной живостью душа его и самая внешность его. Не знаю, если мы приблизимся сами к разгадке этой тайны смирения, как огня сокровенного в сосуде сердечном, то, может быть, и разгадаем, как при этом не терять собственного достоинства и бороться за свои права. Дело в том, что необходимость иногда помалкивать, иногда действовать, благоразумная способность отвечать всякому во всякое время то, что нужно, к чему ущевает нас и апостол, дело ведь очень значимое для всякого человека на всяком этапе его духовной жизни. Стижал ли он смирение или еще находится в осознанной борьбе с грехом гордости, противостоящей этому благодатному дару, этой добродетели смирения. Всяко нужно быть с рассуждением и действовать неопрометчиво, взвешивая свои слова, и стремясь к тому, чтобы иметь добрые отзывы и у внешних. Не зря апостол условием поставления в священный сан ставит доброе свидетельство и от внешних. А как оно возможно, если не окажется человек в рамках своих прав, достоинства между людьми, хотя и не в христианском сообществе только лишь такими позициями должен он похвалиться, но и среди язычников, среди неверных призван быть в достоинстве, в добрых о себе отзывах. И это немаловажно. Благотворением и общением называет апостол Павел вот эти добрые свидетельства от внешних за исправную жизнь и за созидательное служение посреди мира, которому призваны христиане. Так что никто не призывает нас опрометчиво взять на себя подвиг Христа ради юродства, блаженства, облегчься в какие-нибудь рубища или специально смешные нелепые одежды, какое-то мнимое безрассудство или всеобщее уничижение, которое претерпевали некоторые великие святые, добровольно идя на этот подвиг. И нам это с вами не предписано, поскольку, быть может, поигравшись в такую игру совершенного смирения, мы впадем впоследствии еще в худшее состояние и уныния, и отчаяния, и чувства своей ненужности и неспособности к продолжению и малой молитвы после того, как не понесли явно для себя неуместного и непосильного. Так что лежит нам разумно ко внешним ходить свое гражданское достоинство, свое человеческое достоинство, свое мужское или женское достоинство, блюсти, и это вовсе не противоречит христианской заповеди. Никто не требует у нас передвигаться на коленях, целовать ноги своих начальников или подчиненных, никто не требует от нас, выпуская слюну, лепетать что-то в ответ на членораздельные вопросы окружающих, никто не ожидает от нас и не призывает нас с ерошенными и немытыми волосами наводить на мысль, будто под этими волосами какая-то упорядоченная мысль прячется. Наоборот, мы своим внешним порядком и умением выживать и созидать в окружающем нас мире призваны обращать к себе взоры современников, сочувствующие к Господу нашему, что Господь наш Бог порядка, а не беспорядка, что и сами мы, наводя порядок прежде всего в собственном сердце, способны на всякое дело благое и полезное для людей. Таким образом, вовсе не считать себя в праве качать какие-либо свои права, думаю, дело неблагоразумное. Это не связано с раздражительностью, это не связано с гневом, ненавистью или ущемлением прав тех, кто рядом с нами. Но наши права юридические, гражданские, конечно же, не обременяют нашу христианскую совесть, а, напротив, призваны поддерживать и в нас самих, и в окружающем нас пространстве порядок и благоустроение. Так что христианин, стремясь исполнить закон Божий, и, ходя по возможности в страхе Божьем, при этом, естественно, вмещает в себя и исполнение Уголовного кодекса, к чему и окружающих призывает. Может, при различных порядках, установленных в организациях, стараться этому соответствовать, а при ситуации какого-то незаконного обхождения с ним, призывать обидчиков и к ответу по тем законодательствам, по тем порядкам, которые установлены в человеческом социуме, в общении между людьми. Так что, ища справедливости среди людей или, имея ее одной из целей своей внешней деятельности, христианину при этом совсем несложно стараться держать свое собственное внутреннее око отверстым, бдительно наблюдать за движениями страстей своих, чтобы не увлекаться ни гневом, ни ненавистью, ни прихотями, похотями земными, которые действительно являются ловушкой и приманкой и путем падения, к падению всякого человека. Но при этом исполнение своих внешних, земных дел вполне требует от человека и ответственности, и борьбы, и защиты там, где права человека оказываются попраны или отменены каким-то злым ухищрением. Нельзя не сказать, что сейчас эта формулировка права человека приобретает совсем не тот первичный и христианский вид и содержание, которое имело. Сейчас борцы за права человека, как правило, являются странными порождениями западного разрушения всякого христианского духа, морали, нравов и связанные с понуждением человека к бесчестью под предлогом сохранения прав каких-нибудь сообществ развращенных и поврежденных, и агрессивных, и безрассудных, и бесчинных, и безблагоговейных. Так что, когда мы говорим о наших правах, то имеем в виду все-таки законные порядки, традиционно установленные для человеческого сообщества и воодушевленные, конечно же, самой волей Божьей о благоговейном и почтительном отношении друг к другу в обществе. Продолжение следует...